В этом выпуске будет продолжена тема механизмов поворота гусеничных тракторов необычных конструкций, которая была начата в предыдущих фильмах, посвященных фрикционным трансформаторам тороидного типа в механизме поворота трактора ДТ-54АФТ и клиноременному вариатору в шведском тракторе Сноутрак. В конце 1950-х годов харьковскими тракторным и тракторосборочным заводами на базе серийного колесного трактора ДТ-20 был разработан гусеничный виноградниковый трактор ДТ-20В. В качестве механизма поворота на нем впервые в советском тракторостроении были применены электромагнитные фрикционные муфты. Об этой необычной для тракторов конструкции будет рассказываться в этом фильме. Во второй половине 1950-х годов в Советском Союзе резко увеличились темпы закладок новых виноградников, садов и ягодников. Только в течение 1956-57 годов колхозы и совхозы посадили около 150 тысяч гектаров новых виноградников и свыше 200 тысяч гектаров садов и ягодников. В то же время механизация работ в этой отрасли находилась на очень низком уровне. В частности, специальных тракторов для ухода за виноградниками не было вообще, поэтому необходимые работы выполняли тракторы ДТ-54 и КД-35. При этом ширину междурядей приходилось выдерживать более двух метров, что диктовалось техническими характеристиками тракторов, а именно их габаритами по ширине. Применение специального узкогабаритного трактора позволило бы уменьшить ширину междурядей и тем самым более рационально использовать площади насаждений. Но создание такой машины гусеничного типа наталкивалось на трудности, связанные с расположением механизма поворота. Тракторы мощностью порядка 40 лошадиных сил с традиционной компоновкой бортовых фрикционов обычно имели ширину 1300-1400 миллиметров и вес около 4 тонн, как например КД-35. В 1958 году на ХТЗ был изготовлен первый в Союзе гусеничный узкогабаритный виноградниковый трактор средней мощности Т-44 с двигателем в 40 лошадиных сил, который предназначался для выполнения наиболее тяжелых работ по уходу за виноградниками, ягодниками и цитрусовыми плантациями с междурядьями шириной 1,5 метра. Т-44 имел ширину всего 980 миллиметров. Этого удалось достичь благодаря оригинальному расположению муфт поворота с внешней стороны трактора в зоне гусеницы. Для менее тяжелых работ в виноградниках примерно в это же время харьковскими тракторным и тракторосборочным заводами на базе серийного колесного трактора ДТ-20 был разработан гусеничный виноградниковый трактор ДТ-20В шириной по обрезам гусениц 960 миллиметров. В качестве механизма поворота в нем были применены электромагнитные муфты. На ДТ-20В был установлен четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель Д-20 номинальной мощностью 18 лошадиных сил при 1600 оборотах минуты. Эксплуатационный вес трактора 1850 килограмм. Диапазон скоростей от 3 до 9 километров в час. Максимальное тяговое усилие 1250 килограмм. Были предусмотрены также замедленная передача и реверс. Рама полужесткой конструкции с поперечной полуэллиптической рессорой впереди и шарнирным на оси качения креплением сзади. Этот трактор был оборудован синхронным валом отбора мощности, гидронавесной системой и прицепным устройством. На ДТ-20В был установлен генератор Г-214 мощностью 180 ватт вместо 150 ваттного Г-80 как на колесном ДТ-20. На то время советской промышленностью уже была освоена широкая номенклатура электромагнитных муфт различных видов и характеристик, которые находили применение в системах автоматизации приводов, в автоматических линиях и т.п. Условиям работы механизма поворота гусеничного трактора наиболее удовлетворяли многодисковые электромагнитные муфты М-62Т, которые применялись в электроприводах станков. На ступицах корпуса эти муфты имели шлицы, благодаря чему они надевались на конец полуоси, приводящей в движение конечную передачу. Ведущей частью механизма поворота являлась большая шестерня, находившаяся в постоянном зацеплении с малой шестерней вторичного вала главной передачи. От вала большой шестерни на полуось и передавала крутящий момент электромагнитная муфта. Муфта содержала по 10 ведущих и ведомых дисков толщиной 1 мм. В данном тракторном варианте муфта имела комплект из 18 дисков. Сжатие дисков происходило под действием усилия, возникающим между корпусом и якорем при подаче электротока на катушку муфты, то есть при ее включении. При выключении тока питающего катушку диски расходились на величину установленного зазора, чем обеспечивалось рассоединение ведущей звездочки и коробки передач. Так как муфта, насаженная на полуось при движении трактора, находилась во вращении, то подвод тока к ней осуществлялся при помощи щеток и контактных колец. Щетка представляла собой рулончик, свернутый из мелкой латунной сетки, прижимаемый к токосъемному кольцу пружиной. Весь узел находился в масляной среде, и латунная проволока, работая как скребок, обеспечивала устойчивый электрический контакт. А для большей его надежности токосъемник сделали из двух щеток. При прямолинейном движении ток из клеммы регулятора напряжения генератора через кнопку общего стопа и затем через добавочное сопротивление и кнопки включения муфт подавался на обе муфты. Добавочное сопротивление ограничивало ток питания катушек муфт, но оно было подобрано так, что при прямолинейном движении трактора с номинальной нагрузкой на крюке диски муфты не пробуксовывали, и момент от двигателя поровну распределялся на обе муфты. При повороте трактора одну из муфт отключали посредством нажатия соответствующей кнопки, в результате чего происходило перераспределение крутящего момента на другую муфту. Причем поворот можно было выполнять с двумя ступенями форсирования муфт. Если кнопку отключения муфты, допустим правую, нажать, но не до упора, а так, чтобы только разомкнулись ее нормально закрытые контакты, но еще не замкнулись нормально открытые, а конструкция кнопки позволяла такое делать, то муфта правого борта обесточивалась и отключала полуось от крутящего момента двигателя. При этом левая муфта, хотя все еще и получала питание через добавочное сопротивление, но ее ток возбуждения несколько повышался, так как из электроцепи убиралось сопротивление отключенной правой катушки. Такое возрастание тока на активной катушке несколько увеличивало прижимную силу на диске муфты, что позволяло преодолеть дополнительные нагрузки, возникшие на забегающей гусенице. И таким образом трактор поворачивал вправо. Но так было возможно, если трактор двигался с незначительным усилием на крюке. Если же трактор осуществлял поворот с номинальной нагрузкой на крюке, на активной муфте возникали значительные нагрузки, что приводило к пробуксовыванию ее дисков. В этом случае кнопку управления нужно было дожимать до упора, чтобы замкнулись нормально открытые контакты. При этом ток на катушку, в данном случае левую, подавался повышенным, так как проходил, минуя добавочное сопротивление. Таким образом создавалось повышенное прижимное усилие муфты. Такое устройство электросхемы позволяло применить на тракторе электромуфты меньших размером, чем полагалось бы. Фактически муфты работали на прямолинейном движении в нормальном режиме, а при поворотах с перегрузкой по моменту. Но конструкция электромуфт позволяла форсировку по моменту до 50%. Таким образом производились плавные повороты. Чтобы выполнить крутой поворот или разворот, необходимо было дополнительно притормозить отстающую гусеницу нажатием на тормозную педаль. Трактор ДТ-20В в связи с оборудованием и его механизмом поворота с электромагнитными муфтами имел особенности эксплуатации. Электромагнитные муфты предъявляли повышенные требования к качеству смазочных материалов и профилактике смазки. Нельзя было допускать попадания посторонних частиц между дисков, так как повышение зазоров приводили к снижению усилий сжимающих диски и следовательно к уменьшению передаваемого момента. По этой же причине вязкость масла должна быть достаточно малой, с тем, чтобы оно могло легко выдавливаться из зазоров между дисками при сжатии. Из-за всего этого в главной передаче трактора должно было применяться фильтрованное масло пониженной вязкости с уменьшенной периодичностью его замены. Как полагали конструкторы, создавая гусеничный ДТ-20, использование электромагнитных муфт позволит заменить трудоемкую механическую систему управления поворотами трактора электрической кнопочной, а это в свою очередь облегчит работу тракториста. На практике управления трактором кнопками, которые располагались на специальной рамке, заменившей рулевую колонку, и одновременно педалями и рычагами потребовало от водителя дополнительных специфических навыков. Так, для обеспечения надежной и длительной работы механизма поворота, нельзя было во время движения трактора допускать пробуксовку муфт под нагрузкой. Поэтому категорически запрещалось производить повороты с помощью только тормозов без выключения муфты и включать муфту, пока не отпущена педаль тормоза. Также запрещалось уменьшать скорость движения трактора путем снижения числа оборотов двигателя, так как при этом уменьшалась сила тока питающего муфты, а это в свою очередь вызывало пробуксовку дисков и остановку трактора. Хотя ДТ-20В и мог двигаться и работать задним ходом, но специальная переналадка его для работы на реверсе не была предусмотрена. Из-за всего этого, а главное из-за недостаточной устойчивости противопрокидывания и относительно небольшой энерговооруженности, ДТ-20В не получил одобрительных отзывов работников-виноградников. Тем не менее, область применения гусеничного ДТ-20 не ограничилась только сельскохозяйственной отраслью. Из-за своих небольших габаритов, позволявших перевозить его самолетов среднего размера, этот трактор использовали на арктических станциях Северный полюс. Тракторы ДТ-20В выпускались Харьковским тракторосборочным заводом. По данным некоторых источников, их построили около тысячи экземпляров. При этом интересно, что соответствующих инструкций по эксплуатации было отпечатано в два раза больше – 2000 экземпляров. Субтитры создавал DimaTorzok